Евангелие от Луки Уважаемые друзья, братья и сестры, мы сегодня продолжаем с вами изучать Евангелие от Луки, и сегодня мы будем изучать 4 главу этого Евангелия. Которая начинается словами «Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню». В этом Евангелие, в самом начале этой главы, говорится об искушении в пустыне. Когда после крещения, вскоре после крещения, Христос был возведен Духом в пустыню, и далее говорится «Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал». То есть, Христос, готовясь выступить на общественное служение, после крещения Иоаннова он пребывал в строгом посте в течение сорока дней. И хотя из других Евангелий, как бы, искушение начинается по прошествию сорока дней поста, когда он напоследок взалкал, а Лука подчеркивает, что там сорок дней он был искушаем. То есть, с первого дня поста, и по сороковой он уже испытывал искушение плоти, потому что немощь плоти, она все время требует пищи, а тот строгий пост, который он соблюдал, он, конечно, являлся раздражением для плоти. Но дьявол приступает более агрессивно именно по окончанию сорока дней, когда организм был уже, как бы, измучен тяжелым постом, и начинается дьявольская атака. Любой пост с первого дня по последний – это тоже некое искушение, которому надо быть готовым и которое надо преодолевать со всяческим усердием. Конечно, возникает вопрос, а почему вообще Христос пожелал быть искушаемым? Ведь Господь Иисус Христос – это Бога-человек, который мог бы решительно отогнать от себя дьявола. И святые отцы указывают на несколько причин, почему необходимо было Христу претерпеть искушение поста и те искушения, которые были после поста в пустыне. Во-первых, чтобы укрепить и нас самих против искушений. Ведь Он и становится человеком, чтобы в себе самом научить нас подлинной человеческой жизни. Ибо если бы Он действовал только как Бог, то Он не мог бы быть учителем в полном смысле этого слова, то есть, а как подражать Богу? А воплощенный Бог является именно пример подлинной человеческой жизни. Итак, первая причина, почему Христос пожелал быть искушаемым – во-первых, чтобы укрепить нас против любых искушений. Поэтому Григорий Великий в своей проповеди говорит нашему Избавителю, пришедшему для того, чтобы быть подвергнутым смерти, приличествовало также пожелать и быть подвергнутым искушению, дабы, подобно тому, как Своей смертью Он преодолел нашу смерть, точно так же своим искушением победить наши искушения. Вот эту тему очень активно развивает апостол Павел в своем послании к евреям. Он подчеркивает, что преимущество Христа заключается в том, что Он стал подобен нам во всем, и, быв искушенным во всем, кроме греха, может и искушаемым помощи, то есть, более эффективно помочь нам самим. И если в твоем сердце живет какое-то искушение, и ты считаешь, что это свойственно только тебе, не обманывайся, Христос, Он понес в себе каждое искушение каждого из нас и являет нам пример, как преодолевать те или иные искушения, как апостол Петр и пишет, Он оставил для нас пример, чтобы мы шли по стопам Его. Во-вторых, это было необходимо, чтобы предупредить, что никто, а наипаче, святой, праведный, не может быть защищен или свободен от искушений. Иногда людям кажется, что искушение – это как бы юдоль, то есть, доля только падших людей. Нет. Христос, которого дьявол искушает в пустыне, Он показывает нам, что любой святой и праведный тоже подвергается искушению. Собственно говоря, конченные грешники, можно сказать, что они и не испытывают искушений, в том смысле, что они сами являются инициаторами тех грехов, которые совершают. А искушение, напротив, подходит к такому человеку, который противостоит греху, не соглашается с ним. Искушение – это и есть бесовская стратегия, как нам навязать тот или иной грех. Поэтому Он, Христос, пожелал быть искушаемым после Своего крещения, а именно потому, как говорил, например, Иларий Пиктовийский, дьявол со своими искушениями нападает в первую очередь на освященных, поскольку больше всего желает одолеть святых. По этой причине читаем, Сын мой, если ты приступаешь служить Господу, Богу, то приготовь душу твою к искушению. А Христос и крестится, чтобы начать общественное служение, то есть Он прямо приступает к служению Господу и людям, по закону Моисееву, это можно было делать, когда тебе 30 лет, и здесь неизбежно проявляется искушение. Другая причина, почему Христу необходимо было пережить искушение. В-третьих, чтобы подать нам пример и, так сказать, научить нас, как нам преодолевать искушение дьявола. И блаженный Августин настаивает на том, что Христос позволил искушать себя дьяволу, чтобы, превзойдя искушение, быть посредником не только своим содействием, но и своим примером. В-четвертых, была четвертая причина, чтобы исполнить нас уверенностью в своем милосердии. Ведь тот, кто сам подвергался искушению и преодолел их, он более милосердно будет относиться к тем, которые тоже переживают искушение, и даже если они не смогут их преодолеть, Христос к ним отнесется с пониманием. И в Писании так и сказано, мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Это послание к евреям, 4 глава, 15 стих. И также Августин писал, Христос дозволил демонам узнать себя не как Творца вечной жизни, а как причину некоторых временных проявлений. Что значит причина некоторых временных проявлений? То есть, бесы, дьявол, внимательно наблюдали за ним, и они увидели, что он испытывает голод и жажду. Вот это и есть проявление, связанное с временным существованием. И, как писали другие отцы, дьявол, трепеща Бога, приступает к человеку, Христу Иисусу. Дьявол не мог бы бросать вызов самому Богу, но, видя человека, Христа Иисуса, трепеща Бога, он приступает к нему и искушает не божество, но человечество Христа Иисуса, ибо алкало и жаждало не божество, а человечество. И мы читаем, и сказал ему дьявол, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Вот это первое искушение, это искушение чрева. Оно соответствует сорокадневному постному подвигу. И наша праматерь Ева тоже испытывала это искушение, когда взирала на древо познания добра и зла. Итак, дьявол предлагает Христу створить чудо, превратить камень в хлеб. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. Действительно, дьявол уловляет целые племена и целые народы, отталкиваясь от человеческого стремления к насыщению. И действительно, есть многие народы, которые постятся по принуждению, потому что у них просто нету средств, чтобы приобретать себе пищу. И дьявол подталкивает их в этот момент на совершение преступлений, чтобы любой ценой люди добывали себе пропитание. Но христианин – это человек, который не может любой ценой приобретать себе что-либо, потому что цена бессмертной души, она вообще ни с чем не соизмерима. Как сказано в Писании, что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп он даст за душу свою. Таким образом, братья и сестры, мы должны всячески оберегать целомудрие веры и усиливать свою веру словесами Господними. Как Христос и сказал в этом случае, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих, как говорится в Евангелии от Матфея. Искушение в пустыне описывается не только в Евангелии от Луки, но и в Евангелии от Матфея. Но там немножко изменен порядок искушений, потому что Матфей ставил перед собой одну задачу, а Лука немножко другую, потому что адресаты Евангелия от Матфея были лица еврейской национальности, а адресатами Евангелия от Луки являются очень многие в основном представители эллинской греческой культуры. И здесь важно было немножко как бы иногда смещать акценты. А что значит человек будет жить всяким Словом Божиим? Есть жизненная необходимость слышать библейские наставления, потому что Слово Божие наставляет нас удивительнейшим образом, ведь оно и является источником веры, как и сказано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И как в Таинствах Церкви мы исполняемся благодатью Духа Святаго, точно так же собираясь во имя Слово Божие, мы наслаждаемся присутствием Христа среди нас, как он сказал, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди и насыщаясь Словом Божиим мы возрастаем в вере и в познании о Боге. А в Библии, в Ветхом Завете сказано, что из-за недостатка ведения, то есть познания о Боге, люди даже погибают. То есть то, что можно назвать духовной дистрофией, например, если нашего плотского человека не покормить, он начинает шуметь в кишечнике, проявлять свою наглость, но наш духовный человек, который питается Словом Божиим, если мы его не покормим день, два, три, четыре, месяц, год, он не будет шуметь в кишечнике, но он испытает дистрофию. И некоторые люди говорят, вот была вера, а сейчас вера ослабла. Почему? Потому что человек не прибегает к источнику веры, к Слову Божьему, о котором Христос говорит, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим. И далее, и возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее, и так, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Вот здесь очень интересно отметить, мы можем, что дьявол настаивает на том, что вся политическая власть, власть управления миром передана ему, и он распоряжается, кто становится президентом, кто становится премьер-министром, кто главою банка становится, или какого-то союза политического, некой конфедерации и так далее, то есть ему как бы все это предано. Почему? Потому что территория греха это территория дьявола. Это очевидно. Дьявол очень чуток к грехам, а мир политики это мир вожделений, когда идет борьба за каждый политический пост, когда люди расталкивают друг друга, добираются до самых вершин политического управления, там уже от человека ничего человеческого не остается. Это сколько надо людей предать, подставить, через сколько людей переступить, погубить сколько людей, чтобы забраться на вершину пирамиды. Если вы в детстве играли в такую игру, она называется хозяин горы, когда дети находят какую-нибудь вершину, холм, и вот один ребенок становится на самый верх, и все бросаются его оттуда сбросить, чтобы кто-то другой занял это место, но и тот, который занимает этого места, становится, может быть, на мгновение хозяина горы, его тут же сбрасывают другие, так и мир политики, это бесконечная грызня, то есть очень греховное состояние. Какая форма политической власти может избежать такого греховного состояния? Конечно, монархия, царское управление, наследнику не надо бороться за престол, он уже рождается наследником, его воспитывают как наследника, и он органически восходит на престол, ему не надо никого предавать, ни через кого переступать, никого не губить, чтобы занять положение своей власти. Поэтому монархическая форма правления, хотя не самая совершенная, самая совершенная форма правления, это теократия, то есть прямое управление от Господа. Так было во дни пророков и судей. Но монархия это более нравственная форма управления, когда центральная власть, главная власть, она сосредоточена в руках наследника, который восходит на престол, и для этого ему не надо никого предавать, ни через кого перепрыгивать. А здесь дьявол искусает Христа. Он говорит, если ты поклонишься мне, то все будет твое, так как он дьявол управляет всеми движениями политической мысли, он может выстроить так ситуацию, что весь Рим будет требовать, чтобы Христос из Назарета стал царем, и все остальные народы тоже готовы будут назвать его своим владыкой. Но Христос пришел в этот мир не для того, чтобы искать преимуществ политической жизни. Кто обычно переживает о политических какие-то весенние и осенние обострения? Это люди, которые не создали нормальную семью, не живут естественными интересами людей, и чтобы преодолеть свои комплексы, они рвутся во власть, рвутся во власть, расталкивая других. Нормальный человек, он живет естественными интересами, ему не надо никуда баллотироваться, он знает, что у него есть дети, у него есть жена, он должен зарабатывать на хлеб насущный, и живя естественными интересами собственными и окружающих, он ведет более размеренный образ жизни. А мир политики в Писании сравнивается с морем, которое бушует, которое пенится своими срамотами, именно из этого мира выйдет зверь, он выходит из моря по апокалипсису, то есть из мира политики выйдет зверь, антихрист и его царица. А так как рычаги власти в руках у дьявола, в некотором смысле, он быстро обеспечит для своего сына антихриста захват власти. А Христос пришел в этот мир, чтобы спасать мир. Ему не нужны никакие преимущества политического положения, он ищет спасения для рода человеческого. И когда дьявол требует от него поклонись мне, то все будет твое, Иисус сказал ему в ответ, отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. То есть наше поклонение, абсолютное правильное поклонение, оно принадлежит только Богу. Всех остальных людей, святых, ангелов, там, Деву Марию, праведных разных, мы не почитаем тем же поклонением, которое воздается только Богу, но почитаем их почитательным поклонением. Так учили святые отцы Седьмого Вселенского Собора, что значит почитательное поклонение? Ну, как сказано, почитай отца и мать, то есть мы должны уважать своих родителей. И мы почитаем святых, угодников, Деву Марию, ангелов, но абсолютное поклонение, конечно же, воздается только Богу, как и сказано было Христом, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И следующее искушение и повел его в Иерусалим. Дьявол продолжает искушать Христа и поставил его на крыле храма и сказал ему, если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Вы видите, как дьявол ловко цитирует Священное Писание? Написано о тебе, сказано о тебе, и как точно Христос отвечает по этому же Писанию. Этим самым Господь научает нас, если, например, какие-нибудь еретики нас смущают цитатами из Писания, мы тоже должны знать Писание, чтобы отвечать на основание Слова Божия. И мы читаем, Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. Действительно, Библия – это меч обоюдоострый, и надо уметь владеть этим совершеннейшим оружием. Блаженный Феофилак пишет «Господь крестился для того, чтобы осветить воды для нас, имеющих вкусить благодать. После крещения поведен был духом в пустыню, ибо дух святой вводил его в борьбу против дьявола, уходит в пустыню затем, чтобы дать дьяволу повод к нападению на себя, ибо он приступает к нам, то есть дьявол, особенно тогда, когда мы уединились, поститься сорок дней и не превышает меры поста Моисеева и Иилиной, то есть Моисей и Илья тоже постились по сорок дней, чтобы тем не подать сатане мысль, что он больше их, но чтобы он, то есть сатана приступил к нему, думая, что и он человек и вместе для того, чтобы не показать чтобы не показаться воплотившимся только призрачно, что значит и для того, чтобы не показаться воплотившимся только призрачно, Некоторые считали, что Христос как бы не был человеком в полном смысле этого слова, то есть его воплощение, оно как бы не было абсолютно истинным, это же Бог, Он просто являлся как человек, но мы исповедуем, что Он был настоящий человек с момента воплощения, и это было не призрачно, Он испытывал жажду, Он испытывал голод, и мы уже об этом говорили, Он испытывал страх смерти и мучения, когда, например, в Гессиманском саду молился, доминует меня чаша сия. И далее мы читаем, и окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Что значит до времени? Дьявол только до времени может нас покинуть, а целиком он не отойдет. До смерти он все время будет где-то рядом. До времени это значит, нам нельзя расслабляться и понимать, как сказано в Писании, что дьявол как рыкающий лев ходит, ища кого ему поглотить. Если он от нас отступает, то до времени. Но иногда мы становимся сами, как рыкающие львы против дьявола, и он убегает от нас. В каком случае? Святатцы говорили, если ты, христианин, причастился телу и крови Иисуса Христа, и ты выходишь из храма, бесы с визгом разбегаются от тебя, ты для них как рыкающий лев, потому что они боятся того Христа, который обретается в твоем теле, в твоей душе, в святых дарах собственного тела и собственной крови. Поэтому мы прочитали, и окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, когда у нас обретается значит сила Духа, когда мы в посте и когда мы преодолеваем искушение. И разнеслась молва о нем по всей окрестной стране, он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Синагога, как я уже объяснял, это был дом молитвы, такой народный дом, где собирались иудеи, синагога не была храмом, храм был единственный только в Иерусалиме, только на горе Мориа. А синагога это место, где обучали детей, где читали утренние, вечерние молитвы, где собирались вместе мужчины для изучения закона Божия. И Христос посещает такие дома молитв, научая и нас стремиться в те места, где изучают Слово Божие, Святой Закон. Конечно, христианам сейчас нет смысла ходить по синагогам, потому что у нас есть храмы наши христианские, а тогда это было немножко другое время, это было время Ветхозаветной Церкви, и Он, Христос, учил в синагогах их, и от всех был прославляем, то есть все поражались его неземной мудрости, и мы помним, что когда он был 12-летним мальчиком, мы об этом говорили на прошлых занятиях, он поражал еврейских мудрецов, когда в храме задавал очень такие грамотные вопросы этим людям. И пришел в Назарет, где был воспитан, то есть он родился в Вифлееме Иудейском, но вот его детство, юность проходит в Назарете. Назарет – это город Девы Марии, там она пережила явление Архангела Гаврила. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу. Субботнее собрание считалось у иудеев праздничным собранием, как у нас у христиан считается воскресное собрание, праздничным собранием. Вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. То есть он выполняет как бы функции чтеца в синагоге. Ему подали для чтения книгу пророка Исаии, но это не книга в нашем понимании, это был свиток. Для того, чтобы найти нужное место, надо было его перекручивать. И Христос нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благоествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцев, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вот это очень важная характеристика служению Господа Иисуса Христа, на что обращал внимание еще пророк Исаия. Пророчества Исаия считаются наиболее точное пророчество относительно Христа, и некоторые экзегеты истолкователи Писания даже называют Исаию пятым евангелистом, потому что у него наибольшее количество славных пророчеств о Христе. Итак, в этом пророчестве говорится о том, для чего Христос является в этот мир, для чего его посылает в этот мир его небесный Отец. «Ибо Он помазал меня», то есть Отец Небесный помазал Сына, благовествовать нищим. Что значит благовествовать нищим? То есть людям, которые осознают свою духовную нищету, это с одной стороны, а с другой стороны, реальным нищим, то есть малоимущим. И апостол Павел писал о первых христианах, кто вы призванные, мало из вас что-либо значущее, но Бог избрал ничего не значущее, чтобы посрамить значущее. Благовествовать нищим, конечно, прежде всего это означает духовно нищим, тем, которые осознают свою духовную несостоятельность, духовное несовершенство, что во Христе и со Христом благодатью Духа Святаго мы можем быть исполнены сокровищами благими. Помните молитву к Духу Святому? Сокровища благих и жизнеподателю при Иде и Вселися вны. И миссия Христа заключалась именно и в этом, чтобы приуготовить людей через очищение их сердец в своей крови к принятию Духа Святаго, который сообщает нам удивительное духовное сокровище, это плоды и дары Духа Святаго. Также Бог Отец послал его исцелять сокрушенных сердцем, сокрушенных сердцем человек, это человек, который переживает глубочайшее разочарование в себе самом, в том образе жизни, который он ведет, в том неправильном влиянии, которое он оказывает на других людей. И Христос силен любого сокрушенного сердца именно исцелить. Также Христос послан для того, чтобы проповедовать пленным освобождение. Каким пленным? Все мы пленены дьяволом. Ведь Христос призывает к себе труждающихся и обремененных. И святыцы говорят, труждающиеся над дьявола, обремененные грехами, призываются Христом к освобождению. То есть он силен освободить нас от власти греха, дьявола и страха смерти. Вот этих трех таких печальных моментов в жизни человека, которые мешают подлинному человеческому счастью, свободному существованию перед Богом. То есть рабство Богу освобождает нас от рабства греху, дьяволу и страха смерти. это означает проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, имеются в виду люди, такие, как мы с вами, мы в духовном смысле слепы, мы не всегда понимаем, что происходит вокруг нас, мы не всегда можем распознать тех духов, которые окружают нас, и нам не хватает видения, как слепой нуждается в том, чтобы его кто-то сопровождал, поводырь, но Христос не просто выступает в роли поводыря, он предлагает слепым прозрение, то есть такое исцеление, чтобы мы стали бы различать реально краски духовного мира. также он приходит для того, чтобы отпустить измученных на свободу, мы измучены в рабстве греху, дьяволу, страха смерти, и мы устали уже от этого состояния, и он готов отпустить нас на свободу, вырвать нас из цепких лап лукавого, и он пришел проповедовать лето Господне, благоприятное, лето Господне благоприятное, это царство благодати, в котором мы с вами живем, оно началось в тот самый момент, когда на Голгофе Сын Божий воскликнул «свершилось», то есть свершилась победа над дьяволом, и это царство благодати, лето Господне, благоприятное для спасения, это то время, которое с тех времен идет, и оно будет осуществляться до воцарения Антихриста, только вот когда будет воцарение Антихриста, то тогда лето Господне, благоприятное для спасения, прекратится, а свобода будет дана на малое время, на три с половиной года, и силам зла, это как бы принцип справедливости, Сын Божий проповедует три с половиной года, и Сын Дьявола, Антихрист, получит ту же возможность, три с половиной года проповедовать свое учение. А вот теперешнее время, это лето Господне, благоприятное для спасения, мы в церкви имеем все необходимые средства для исцеления, для обновления, для возрождения, рождения духовного и преображения. Мы можем изучать Священное Писание, домашнее делать изучение Слова Божия и в храме слушать необходимое наставление. Итак, Христос прочитал этот текст. Давайте перечитаем его снова. Ему подали книгу, это книга Исаии, нашел место, где было написано «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него». То есть он должен был это как-то прокомментировать. И он начал говорить им «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Блаженный Феофилак пишет «Господь пожелал явить себя израильтянам, потому что и помазан был от Бога и Отца на то, чтобы спасти живущих в Поднебесной. Чудно устрояет он это. Прежде иных он является жителем Назарета, с которыми был воспитан, чтобы и нас научить, что нужно благотворить прежде своим и научить их, а потом изливать человеколюбие на прочих. Когда подали ему книгу, он ее разогнул и нашел не то, что случайно попадалось, но чего сам желал, ибо не думая, будто он открыл книгу и случайно нашлось то место, в котором написано о нем. Это случилось по его желанию. Что же было написано? Дух Господень помазал меня, то есть посвятил меня, поставил меня на благовестие нищим, то есть язычникам, которые, не имея ни закона, ни пророков, действительно были в большой нищете. В нашей ситуации нищие это и мы с вами, которым не хватает духовного хлеба, знания, но и те наши невоцерковленные, родные и близкие. И далее в Евангелии говорится «И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати», то есть, когда он стал комментировать Исаию, исходившим из уст его и говорили «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им «Конечно, вы скажете мне пресловие врач, исцели самого себя, сделай и здесь в твоем Отечестве то, что мы слышали было в Капернауме». То есть, Христу особенно трудно было проповедовать именно в Назарете, потому что здесь все его знали, видели его с детства и все знали Иосифа, его названного отца, и они не были посвящены в тайну его чудесного зачатия от Духа Святаго, и для них он человек их круга, и когда он вдруг начинает говорить о себе нечто таинственное, непостижимое, они говорят, «Не Иосифов ли это сын?» Почему они так говорят? «Не плотников ли это сын?» Ведь Иосиф был простой смиренный плотник. Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне при слове «Врач, исцели самого себя», то есть, ты хочешь нищих обогатить, но ты сам плотник, и как это так понять? «Сделай и здесь в твоем Отечестве то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал, Христос говорит, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве». Что значит «никакой пророк не принимается в своем Отечестве»? И в другом Евангелии он добавляет и не лечит врач домашних своих. Самый тяжелый опыт проповеди это когда мы проповедуем тем людям, с которыми мы живем. Почему? Потому что они видят нас в разных ситуациях. Они видят нас в хорошем духовном расположении, но они видят какие-то критические проявления в нашей жизни, то, что может вызывать даже их раздражение и трудно им с доверием относиться к нам, они могут как бы взвесить все за и против. Хорошо, конечно, видеть отца Олега, он сидит с крестом, с микрофоном, книжки разложил. Представьте себе каждое утро будить отца Олега на молитву, может быть, он тапком бросится в вас, каждый день ему готовить еду и так далее. Это уже как-то иначе будет восприниматься. Так и положение каждого из вас в семье, оно такое, что, да, много хорошего люди получают от вас, но иногда мы поступаем не очень хорошо, и нашим близким есть, что с чем сравнивать. Поэтому, если вы хотите помогать своим близким, находите для них людей со стороны, чтобы кто-то со стороны приходил и беседовал бы с вашими близкими, это будет наиболее эффективный способ их наставления. Далее Христос приводит пример поистине, говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них, то есть из израильских вдов, не был послан Илья, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую, то есть к нееврейке. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисеи, и ни один из них не очистился, кроме Наймана Сириянина, опять не еврея. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, то есть сбросить с горы насмерть на камни, но он, пройдя посреди них удалился. Здесь мы видим, как Христос задел их национальное такое самолюбие. Он привел два примера из Танаха, то есть из Ветхого Завета, где действительно рассказывается о том, что Илья поселился у нееврейки и принес ей великие благословения, воскресил ее умершего сына, а Елисей исцелил Серенинианина, который был покрыт проказой. Об этих событиях рассказывается в книгах царей более подробно, и вы можете с этими событиями ознакомиться дома. Но здесь интересна реакция иудеев, которые находились в этой синагоге. Им не понравился такой пример, они ведутся очень агрессивно, они выбрасывают сначала Христа из синагоги, потом тащат на гору, чтобы сбросить его вниз с горы, но Христос проходит между ними. В какой-то момент он как бы всех пролизовал, потому что он не только человек, он и Бог. Помните, был случай, когда в Содом и Гоморру пришли два божьих ангела, и они вошли в дом Лота, племянника Авраама, а жители Содома и Гоморы во множестве собрались, сказано, от отрока до старца, им показалось, что это симпатичные люди, которым надо преподать урок, надругаться над ними, а ангела навели на них слепоту, и эти люди шарили руками, не могли найти дверь, чтобы ворваться в дом Лота, и слепыми разошлись. И здесь Христос навел на этих людей некоторое оцепенение, он спокойно прошел между ними, потому что еще не было времени ему предать себя на мучения, он должен был умереть на Пасху, и именно в Иерусалиме, именно в Иерусалиме. Блаженный Феофилак пишет, народ, слушая речь Христову, удивился словам благодати, то есть сначала они все удивились, удивляя же, насмехался над ним, потом издевки начались, говоря, не это ли сын плотника между тем, что препятствовало быть ему достойным удивления и поклонения. Не видишь ли, какие творит он дела, не слышишь ли, какие он говорит речи, несмотря на то, что ты осмеиваешь отца его. О них-то, как нельзя более справедливо можно сказать, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза и не видят, у которого есть уши, они слышат, что же говорит им Господь. Конечно, вы скажете мне, сделай и в Отечестве своем те же чудеса, какие и в Капернауме сделал, ибо это значит врач исцели самого себя, то есть реабилитируй нас, себя точнее, в наших глазах. Это была общая у иудеев поговорка, которую они обращали к больным врачам, то есть, если врач заболел, а они говорили, да какой ты врач-то, сам себя не можешь исцелить, а Христос пообещал обогатить нищих, а кто он, что он царь разве, он же не ирод, он плотников сын, то есть, они судили все чисто внешне, и они не могли созерцать то, что было скрыто. Имея как бы глаза, они не видели, имея как бы уши, они не слышали, то есть, в плоском смысле они видели, в плоском смысле они слышали, но не было духовного видения и духовного слуха, поэтому часто в Писании говорится, имеющий глаза да видит, имеющий уши да слышит. «И пришел в Капернаум», то есть, на родине его не приняли, и он отправляется в Капернаум, «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учения его, ибо слово его было совластью». То есть, он не говорил, как бы, вот так вот, ведя некий ход рассуждения, он говорил очень авторитетно, совластью, это было ясно и понятно. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа Бесовского, и он, то есть, этот человек, закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Вот это, конечно, парадокс, Божий народ не увидел в нем Сына Божию, не увидел в нем Святаго Божия, а беса видели, беса чувствовали, понимали, испытывали трепет. И бесы четко осознают, зачем он пришел. «Ты пришел погубить нас, знаю тебя», кричит этот бесноватый, «Кто ты, точнее, и в нем кричит бес, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему». То есть, бес вышел из этого человека, но не смог повредить этому человеку. Иногда бесы калечу человека, так что, хотя они выходят из человека, а человек уже как бы инвалид. «И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам». То есть, людей, конечно, это очень поразило, наверняка они знали этого бесноватого, они его приводили на общественные молитвы, ну, как болящих приводят, правда, на исповедь, на причастие. А тут вдруг вот такой диалог возникает между Христом и теми бесами, которые внутри этого человека, и потом происходит чудо исцеления, и это не могло, конечно, из всех взволновать. Они поняли, он не только говорит со властью и силой, он и действует со властью и силой. И потом святые апостолы, когда они получат Духа Святаго, они будут не только проповедовать, но подтверждать свою проповедь чудесами и знамениями, так что вера по Иисусу Христа будет очень эффективно распространяться по всему миру. Выйти из синагоги, он вошел в дом Симона. Симон – это Петр, один из его учеников. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой и просили его о ней. Ну, скажем, прямо повезло тещи апостола Петра, что ее зять оказался апостолом и привел в дом Христа Иисуса. Повезет и вашим детям, родным и близким, если вы тоже приведете в дом Христа Иисуса. Как это можно сделать? Например, когда вы причащаетесь тела и крови Иисуса Христа, потом возвращаетесь в ваши дома, вы реально приводите в дом Христа Иисуса, и когда вы начинаете молиться, пребывая в таком благостном состоянии, то ангелы с радостью откликаются на любое ваше молитвенное прошение. Но привести Христа в дом наших родных и близких означает и воспитание их в вере в Христа и Иисуса, особенно, когда у нас есть маленькие дети, внуки, правнуки, мы должны в дом их сердец принести свет Святого Евангелия, говорите простыми словами, понятными словами, и эти слова могут найти отклик. Хотя, как мы уже говорили, трудно проповедовать своим домашним, но это наша обязанность, это наша обязанность, и мы не можем ее игнорировать, и в Писании так и сказано, кто о своих, особенно о домашних не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она в тот час встала и служила им. При захождении же Солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он возлагал на каждого из них руки и исцелял их. А как же нам, куда нам приводить наших больных, чтобы они встретились с Иисусом? Мы можем это сделать, когда мы заказываем записочки и передаем их в алтарь для помина на проскомидии. Это обеспечит встречу для наших болящих с Господом Иисусом Христом и Он может оказать им необходимую помощь. И далее мы читаем приводили их к Нему, и Он возлагал на каждого из них руки и исцелял их. Это мы прочитали и далее. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили «Ты Христос, Сын Божий!» Это, конечно, удивительно, как точно они определяли, кто Он, какое точное исповедание веры. Помните, когда в Кесарии Филипповой Петр, апостол, сказал «Ты Христос, Сын Божий!» На это Христос сказал ему «Не плоти кровь тебе это открыли, но Отец Мой, Который на небесах». А бесы, как они могут распознавать, кто Он? Бесы когда-то были ангелами и они помнили о том, что они когда-то были ангелы и они уже общались с Сыном Божьим, когда в Царстве Божьем они воспевали имена Создателя и Отца, и Сына, и Духа Святаго, то есть у них был опыт общения с Ним в их благостном состоянии до их еще выпадания из духовного мира. Есть такая интересная история. Жил один монах и однажды он стоял на молитвенном бдении в своей келье, а один бесенок решил его отвлекать от молитвы и стал хлюпать в умывальнике. Бесенок забрался в умывальник, стал там кувыркаться, плюхаться, и монах отвлекся, и он понял, что в умывальнике ничего не может плюхаться. Это, наверное, бес его отвлекает на молитве. И этот монах как-то быстро, резко подскочил к этому умывальнику и крестным знамением со всех сторон он пленил этого бесенка. И бесенок замъезжал, взмолился «Отпусти меня, отпусти!» А тут молится, молится. Бесенок говорит «Отпусти!» А этот монах очень любил церковное пение. А он же знал, что бесы когда-то были ангелы, и когда-то на небесах они пели Херувимскую. Они были ангелы Божьи, Херувимы Божьи, разных чинов. И этот монах говорит ему «Спой мне Херувимскую, я тебя тогда отпущу. Ведь ты же когда-то был ангелом Божьим, ты воспевал на небесах Отца, Сына, Духа Святаго». Вот я хочу услышать, я очень люблю пение, но я никогда не слышал ангельского пения. А Бесенок ему говорит «Да не могу я петь Херувимскую, я же Бесенок, мне уже нельзя». А потом и ты не сможешь вынести этот строй пения ангельского, у тебя душа от восторга, она вылетит из тела. Душа от восторга вылетит из тела. А этот начал крестить, крестить, нет, пой мне Херувимскую, пой мне Херувимскую. И этот Бесенок, который был устрашен этими крестными знамениями, этими заклинательными молитвами, он запел, он запел Херувимскую, и вся келья наполнилась неизреченным светом, эти гармонические звуки, эта мелодия такая, что душа не может уже находиться в теле, с каждым этим звуком ангельского пения, она стала выходить, душа этого монаха из его тела, и в это время она, когда возносилась, и из беса вышел ангел белоснежный, расправил крылья, которые были скрыты в бесовской сущности, и они вдвоем возносились в небеса. Вот такая интересная история, конечно, таинственная, непостижимая, но мы должны это знать, как бы, что когда-то эти существа, все-таки, они были светлыми существами, когда-то и вся западная церковь была православной, когда-то и Русь называлась святой, когда-то и мы имели значительно больше радости духовной, чем теперь, когда христианский мир входит в период апостасии, так называемый ладыкийский период, когда христиане уже не холодные, не горячие, а такие теплохладные. Поэтому это очень, конечно, трогательно, то, что как они говорят о Христе, ты Христос, Сын Божий, это как бы их прошлое ангельское, оно еще присутствует в них. Дело в том, что Святая Церковь учит, что в них искажено их произволение, а природа остается такой же доброй природой, потому что Создатель природы Господь, а все, что Он создал, оно весьма хорошо. Итак, они воскресали, ты Христос, Сын Божий, а Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Почему Он запрещает им сказывать? Потому что мы должны принимать свидетельство о Христе не от бесов и демонов, а от служителей Христа благодатью Духа Святаго. Потому что, да, бесы правильно говорили, но это бесы. Если кто-то будет с доверием относиться к каким-то там голосам, то есть опасность, что его это очень далеко заведет. Сначала будут говорить все как бы правильно, а потом так запутают человека. Поэтому мы руководствуемся библейским откровением, книгами Священного Писания Ветхого и Нового Завета, восстолкованием святых отцов, а что-то со стороны, даже если это как истина, выглядит и звучит как истина, мы не принимаем. И в Киево-Петербургском Патерике, например, есть история про монаха Исаакия, который был очень набожный, благочестивый монах, но немножко беспечный. И однажды он пребывал в таком молитвенном состоянии в своей келье, вдруг влетают такие два как бы белоснежных ангела и говорят ему, Исаакий, к тебе Христос идет. Исаакий так возгордился, что он сподобился явлением Христа и такая фигура появилась, огромная такая, как бы Христос. Исаакий в такой гордыне самомнения, что он сподобился, забыл перекреститься и поклонился этой фигуре. Смотрит, а там копыта, это дьявол пришел к нему. Смотрит, это не ангел, это бесы. И они его заставили плясать, играли ему на дудках разных, на смирелях, он скакал, плясал перед ними, чуть до смерти его не погубили. Поэтому мы не принимаем свидетельство, даже если оно выглядит как правильно, от еретиков, например, от раскольников, потому что здесь мы не можем с полным доверием относиться к такому свидетельству, ибо мы имеем вернейшее пророческое слово, это сама Библия, мы имеем традицию святых отцов, от которой мы не должны отступать ни направо, ни налево. Поэтому Христос запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. «Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его, и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них». Христос действительно часто удалялся в пустынные места, Он удалялся туда для молитвы, научая и нас иметь уединенную молитву. Конечно, в условиях современных квартир очень трудно уединиться. Как одна бабушка меня спросила, «А как это в Писании сказано, зайди в дом твой, затвори дверь, помолись отцу в тайне?» А у меня нету такого места, где я могу так молиться. У нас везде в комнате кто-то находится. А ванной я не могу молиться, она совмещена с туалетом. Как же мне делать? На самом деле святые отцы говорят, что уединяться мы можем, даже находясь в окружении очень многих людей. Когда мы закрываем окна своих очей, как бы не смотрим по сторонам, не отвлекаемся, закрываем двери своего сердца, уши, чтобы на слух тоже ни на что не реагировать, и погружаемся в такую умную духовную молитву созерцательную, и здесь уже ничто не может являться помехой. Как о святых апостолах рассказывается в книге деяний, их заковали в цепи, бросили в темницу, а они там пели псалмы, потому что наступило время, когда надо было петь псалмы, и не обращали внимания на окружающих. И напротив, даже окружающие перестали там кричать, шуметь, сказано, что они слушали, как пели апостолы, и было удивительно видеть эту бодрость этих служителей Христа, даже в таких экстремальных обстоятельствах. Я помню, что когда я служил в армии, меня в армию призвали, когда умер Брежнев, прямо в день его смерти я должен был призываться, и мы тогда позвонили в военкомат и спросили, а в связи со смертью дорогого Леонида Ильича призыв не отменяется? Они говорят, а почему? Так же проводы надо делать, проводы, стол, песни поют. И комендант сказал, перезвоните, мы перезвонили, он говорит, нет, ничего не отменяется, но товарищи, поскромней, пожалуйста, поскромней. И вот меня когда призвали в армию, а я всегда молился и молюсь утром и вечером. И меня бросили в такую часть Сибирь, Кемеровская область, Березовск, поселок такого городского типа, там такая деревня Федоровка была. И вот я оказался в воинской части, где не было ни одного русского. Все были мусульмане, там два грузина были, немцы были из Казахстана. и я стоял перед дилеммой молиться, как я буду молиться, там шум такой все время был, даже когда отбой объявляли, все шумели. И я просто вот вечером становился на колени и молился. Я старался вообще не обращать внимания, ни на что. А они шумели. А потом они значит увидели, что я молюсь, и вот что интересно, мусульмане очень с уважением ко мне отнеслись, они сказали, если он молится, мы не должны шуметь, мы должны ждать, когда он перестанет молиться, когда он перестанет молиться. И тогда, когда я становился на молитву, они, значит, я молюсь, а они «Олег, ты кончил молиться?» Я говорю, «Нет еще». Они тишина, тишина, все там, карты не играем, не курим. «Ты кончил молиться?» Я говорю, «Да, кончил». Они, «Да, сдавай карты, там, давай все». То есть, на самом деле, Бог помогает людям пребывать в молитвенном уединении, даже если они живут там в армейской казарме или там в тюремной камере находятся, в окружении многих, потому что Господь знает, что нам это необходимо, и Он никогда не посылает нам испытаний, как я часто говорю, сверх наших сил. И то, что Христос уходит в пустынное место, это свидетельство о необходимости такой молитвы, а народ ищет Его, и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них. Это, конечно, очень трогательно, что люди ходили за Христом по три тысячи человек, помните, Он кормил их хлебами, по пять тысяч человек, причем шли за Ним, не делая никакого запаса еды, вот настолько у них было такое желание слушать Христа и Иисуса, поближе к Нему находиться, так что иногда Христу приходилось заботиться и о хлебе насущном для этих людей, которые во множестве следовали за Ним. Но Он сказал им, когда они удерживали Его, и хотели, чтобы только в их городе он находился, но Он сказал им, и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан и проповедовал в синагогах галилейских. Итак, сегодня в этой главе мы увидели проповедь Христа в Назарете, потом проповедь Христа в Капернауме, потом мы увидели Его удаление в пустыню для молитвы, и как народ ходил за Ним толпами, но Он им объяснил, что Он не может находиться в одном месте. Но главная тема сегодняшнего Евангелия, это, конечно, искушение в пустыне, и Господь научает нас, как нам преодолевать искушение, если они настигают нас. Давайте прочитаем последнее истолкование Блаженного Феофилакта на эту главу. Господь всех питался гостеприимством учеников, подобно, как и теперь Он принят Петром и исцеляет Тёщу Его, чтобы и Тебя научить не отказываться от благорасположения бедных. Не просто исцеляет её от болезни, но придаёт ей крепкое здоровье и силу для служения. Если и мы примем Его, Он, Христос, угасит нашу горячку, горячку гнева и похотения и восставит нас так, что мы будем в состоянии служить Ему, то есть делать угодное Ему. Посмотри, прошу тебя, и на веру народа, как Он и при захождении солнца приносил больных и не удерживался временем. Не позволяет бесам говорить так, потому что не нуждается в похвале от нечистых, ибо неприятно похвала в устах грешника, так и потому, что не желает возжечь в евреях зависть при похвале ему от всех. Народ ищет Его, хотя Он ушёл в пустое место, и удерживает Его, но Он не ограничивается одним местом, а говорит, что мне должно благовестить Царствие Божие и другим городам. Поэтому и нам не должно быть ленивыми, не довольствоваться одним местом заключения, навсюду обходить, чтобы кому-нибудь принести пользу. То есть не надо ограничивать себя одним местом, как бы заключать себя в это место, а перемещаться с места на место это очень, конечно, важно. Я вам уже рассказывал, что в апостольском веке было такое правило, что если апостол находился в каком-нибудь селе или городе больше трёх дней, его уже апостолом не считали, его считали лыжи апостолом. То есть апостолы были вынуждены переходить с места на место, чтобы как можно большему числу людей засвидетельствовать о вере в Господа Иисуса Христа. В случае с мирянами старайтесь беседовать о Боге не только с теми, с кем вы живёте, но думайте о других родственниках ваших, которые живут в отдалении от вас, может быть, по почте отправить им Библию в подарок или молитва слов, или там вспомните своих старинных друзей. Однажды пришла женщина в храм и говорит, мне вот приснилась моя школьная подруга, вот к чему это? Я спросил эту женщину, а вы как-то с ней общались? Она говорит, да нет, я вообще с ней не общалась после школы. Я говорю, ну, наверное, неспроста, скорее всего, это ангел-хранитель этой девушки явился вам и побуждает вас восстановить с ней контакты. И она нашла свою подругу, она помнила, где они общались, где тогда та жила, и оказалось, что действительно это вовремя произошло, потому что у тех были очень серьезные проблемы духовного и физического характера, и возобновив общение, они имели очень хорошие результаты. Иногда мы в своем прошлом должны находить тех людей, которым мы могли бы засвидетельствовать о Христе. И вот есть такой интересный случай, я вам расскажу уже в окончании нашей сегодняшней беседы, некоторые его знают, но для тех, кто не слышал, была такая интересная история. Одна, значит, женщина разбирала свои старые бумаги, фотографии, какие-то у ней были всякие блокнотики, телефонные книжки старые, которыми она давно уже не пользовалась. И вдруг она находит телефон своего мужа, а они вступили в брак, им было там по 18 лет, совсем молодые, и через год разбежались. А ей на тот момент, когда она стала разбирать эти бумаги, уже там за 50-60 лет. И она думает, а интересно, а вот он, как он там живет-то? Она ничего о нем совершенно не слыхала, и думает, может быть, телефон у него тот же самый сохранился, возьму-ка, да позвоню, возьму-ка, да позвоню. За это время эта женщина воцерковилась, стала христианкой, она там вступила в другой брак, ее муж умер, и она в состоянии вдовы пребывала. И вот она набирает телефон, но она помнит его, вот как они ругались, какой он был сначала красивый, добрый, внимательный, а потом как резко он изменился, как резко он изменился, как они поссорились, как они разбежались, она вспомнила, как она фотографировала, чтобы отделить его изображение. И она звонит, и голос тот же, голос-то тот же. Алло, алло, да это я звоню, ты узнал? Да, узнал, а как ты? Да так, ничего, а как жизнь сложилась? Ну, по-разному бывает. Она хочет прощупать, как вот, как вот живет, она же поменялась в жизни, и она типа спрашивает, я сейчас детали не вспомню, ну, типа того, что, а вот воскресенье, как, куда ходишь, как отдыхаешь? Он говорит, ну, куда хожу, в церковь хожу, я молюсь. А она говорит, я тоже хожу в церковь, молюсь. Он спрашивает, а ты куда ходишь? А она говорит, да на Большую Ордынку хожу, храм Всехскорбящих радостей. А он ей говорит, слушай, там отец Олег Стеняев, по-моему, служит, я по радиораду слушаю его. Она, да, он у нас сейчас служит здесь. Он говорит, да я так воцерковился, уже где-то лет 15, так регулярно исповедуюсь, причащаюсь. и они решили встретиться. Решили они встретиться, попрошлись вот этого очень длительного времени. И она со мной связалась, говорит, вот такая ситуация, вот хочу встретиться. Я говорю, ну и встретись. Потому что плохо человека помнить вот в таком состоянии, в каком они там разбегались двух от друга, там развод был, судебное какое-то разбирательство. и потом через какое-то время она его привела в храм, говорит, вот это вот мой бывший. И они стали ходить вместе уже на занятия библейской школы для взрослых, а через какое-то время они решили восстановить отношения. Мы сделали как бы церковное разбирательство и в этом случае сочли возможным. Сочли возможным. Они там писали, просили, чтобы им все как бы разрешили, оформили. Вот это удивительно, когда действительно на память приходит образ какого-то человека и ты с вниманием таким духовным, сердечным к этому относишься и бывают хорошие, положительные результаты. Поэтому мы должны помнить о тех людях, которые нас когда-то окружали и особенно внимательно относиться к тем, которые сейчас нас окружают. Ведь даже Христос говорит, что Он пришел именно для того, чтобы благорестовать людям и не только в одном месте, то есть не только для этого окружения, которое сейчас, но и для других. А мы, заглядывая в свое прошлое, можем найти тех других, которым мы должны тоже помогать. итак, сегодня мы окончили изучение 4 главы, если был жив, Господь позволит, в следующий раз мы приступим к изучению 5 главы Евангелия от Луки, а теперь помолимся.